Добрый день! Продолжаем рассматривать шестеренчатые головоломки от Лан Лан. Парочка уже были на канале. Я вот выбрал еще четыре, которые попроще. И расскажу сначала про них. Сегодня будет одна, через 10 анбоксингов другая и так далее. Возьмем с краю. И здесь будет вот такая гексагональная бипирамида. Были уже гексагональные бипирамиды, только обычные. А это вот шестеренчатые. Название в магазинах и видео «Конический додекаэдрон». Ну, по идее, да. Что-то коническое есть, хотя не круглое. И додекаэдр подразумевает 12 граней равных. И тут 12 равных граней. Ну, видимо, «Конический додекаэдрон» тоже название подойдет. Ну и шестигольная бипирамида. Здесь во всей красе 12 цветов. Не повторяются. Ну, в основе все тот же 3х3. Коробочка безымянная. Лан Лан, это еще старая. В ней есть вот этот вот микрокусочек. Откуда-то здесь откололся. Пока пусть там полежит. Ну и напомню, что все это шейп-моды стандартного гер-кубика. Вот от Чи. Хорошая, удачная модель. С базовым функционалом. Современной. Ну, одновременно соберем их обе и посмотрим, в чем разница. Ну, разница на шейп-модах бывает в том, что какого-то этапа не будет. Либо появится дополнительный этап разворота центров. Который хорошо проиллюстрирован был уже на Crazy гер-кубе или Axis гер-куб. Он такой пострашнее немножко. Мне кажется, он даже посложнее, чем тач-шейп-моды. Но на него есть обучающее видео. Как же вращается? Вот так. Здесь главное понять, какой элемент, что из себя представляет угол центра ребро. По аналогии с кубиком робика 3х3. Поэтому давайте посмотрим. При вращении вот этого у нас в правой грани 4 угла, 4 ребра. Вращаются ребра. И вот здесь вот перемещаются неподвижно центры. И посмотрим, кто здесь на что похож. Вращаем. Вот что-то вертится. Это, видимо, ребра. Ну, а вот это центры. Вот эти кусочки, они к ребрам будут относиться. На каких-то шейп-модах они разворачиваются, на каких-то нет. Посмотрим, что здесь уже не вспомню. Я несколько раз собрал и отложил на время. Так что давайте перемешивать. Ну и соберем. Я перемешаю одновременно и обычный гер-куб, чтобы демонстрировать этапы сборки. Наверное, все уже умеют его собирать. Но если нет, в описании будет получающее видео. По ссылочке можно там найти. Вот так перемешивается. Здесь не так легко, но тоже перемешивается. Удобно, что центры вот такие квадратные, по ним легко ориентироваться. То есть выравнивать линию центров, чтобы можно было делать поворот в другой плоскости. На вот этом crazy аксисе было не так удобно. Так, но мы еще помешаем, конечно. Форма меняется, но в пределах разумного. Ну, либо просто уже этим особо не удивить. Ну, такой вот шестеренчатый экземпляр. так. А, ну мы не посмотрели, кто тут был углами, но наверное не секрет, что вот эти вот товарищи очень похожи на углы. Они сейчас на этих местах стоят. И вот такие вот тоже это углы. Потом их поищем. Начнем сборку. Обычно берется какой-нибудь уголок. вот бело-синий-красный и рядом мы поставим такой же. Ну, бело-красный, бело-красный. Вот они, друзья. Нужно найти парочку таких же белых, но с другими цветами только. У нас здесь поворачиваем так, поворачиваем вот так. Вот углы есть, но бывает, что нужно довернуть, но здесь и так все совпадает. И вот уже все углы расставлены по местам. нехитрый этап, сделаем его и здесь. Так. Ну, вот угол. Рядом с ним вероятно должен быть какой-то угол с синим. Поищем угол синим. Вот такой. Проверим линию центров. Вроде есть. Так похоже. дальше. Вот по этой плоскости должно идти что-то зеленое. Но зеленое не такое светлое, а потемнее. На камере видна разница. Это разные цвета. Вот этот большой, этот маленький. Поищем что-то с зеленым и а да, и этот зеленый, и вот этот зеленый тоже. Что-то плоскость идет вот так. Два уголка с зеленым. Вот зеленый. Второго зеленого не вижу. Давайте попробуем сюда это повернуть да посмотреть что выходит. Может я и не прав. Так. А, ну мы вот с этой стороны получается. Вот два угла, вот два угла. Вот. Он не зеленый вышел, он уже получился ниже, а желтый. Ну тоже подойдет. То есть вот два угла по цветам между собой совпадают. И вот зелененький с этим. А желтый вот с этим. Здесь у уголка шесть цветов. Поэтому можно со многим сравнивать. Собрали четыре угла и понимаем что остальные четыре уже собраны их надо только довернуть. То есть слева собраны вот эти доворачиваем. Понятно что вот эти два не должны быть рядом это противоположные углы. поэтому я повернул сразу подальше ну и замечу здесь вот фиолетовый фиолетовый хорошо стоит дальше синий он такой голубенький вот этот розовый ну короче все отлично из шести центров два должны точно стоять уже на местах причем сравнивать нужно именно по углам вот фиолетовый и здесь фиолетовый стоит хорошо тогда должен напротив еще стоять хорошо центр а еще один фиолетовый светло-фиолетовый и потемнее фиолетовый стоит хорошо ну а вот эти а вот эти кстати тоже хорошо стоят ну а если бы не было так мы бы довернули пока цвета не совпали да этот этап я наверное не рассказал здесь ну вот чтобы было понятнее вот у нас оранжевый центр и красный стоят на местах остальные вот так вот просто доворачиваем то есть мы носительно друг друга углы не переставляем просто делаем полный оборот и лишний вот так вот и центры здесь меняются сейчас неправильно делаем оборот и вот получилось хорошо что дальше дальше нужно расставить уголки вернее ребра ребра расставить по местам для этого есть нехитрый алгоритм который переставляет два ребра вот так и четыре ребра вот так вот эти два и вот эти два ну и посмотрим где такая перестановка нужна этот средний слой он будет оставаться на месте вот эти ребра несмотря на то что они сейчас криво они стоят на своих местах будем пытаться их сохранить ну вот если красный зеленый с красным синим поменять то будет как раз то что надо но эти по диагонали поменяются возможно придется делать это не один раз алгоритм следующий поворачиваем раз поворачиваем два полный оборот это R4 и по у нас ребра все стоят по местам здесь хватило одного применения сделаем то же самое здесь нужно быть повнимательней вот кажется что центр не на месте светло-зеленый а снаружи темно-зеленый но это элементы ребер и они тут быть совершенно не обязаны они еще переместятся так что давайте посмотрим вот это желтенькое если поставим сюда будет ни о чем да не нужно вот это розовое стоит хорошо вот это хоть развернуто но цвета такие же вот этот слой средний он стоит правильно на своих местах держим его между передней и задней гранями и ищем какие парочку переставить так синий сюда вот этот чудной сюда вот будет хорошо а эти тогда по диагонали делаем так же R4 U2 но ориентируемся на центры так это один центр если переместился отсюда сюда на обычном кубике посмотрим это R2 центр сюда встал это R2 то есть нам нужно сделать так два раза на кубике очевидно тоже форма подсказывает здесь не очевидно то есть зеленый поднимается сюда R2 и вот этот цвет уфилет тоже сюда это R4 ну U2 понятно один разок еще раз R4 U2 кстати неплохо получилось у нас уже все ребра по местам но что здесь интересного какие-то стоят криво но не все какие-то ровно но зато видно что все на местах может быть развернуты что делать с кривыми ребрами но нужно просто покрутить на обычном кубике можно посмотреть в какую сторону если вот это ребро быстрее вот так становится то на себя можно покрутить пока не вернется вот развернулась и ладно это нормальное явление если пократили в другую сторону ничего лучше бы не получилось в другом направлении опять быстрее на себя поэтому крутим на себя либо 4 либо 8 полных оборотов получится тоже развернуто но здесь опять на себя здесь стало хорошо вот получилось что-то еще придется разворачивать посмотрим здесь вот они выбиваются из плоскости также покрутим тут непонятно в какую сторону поэтому я покручу от себя пока не вернется так и все и этого хватило но мы видим что на кубике есть еще один этап где нужно разворачивать ребра не возвращать в плоскость а именно разворачивать на 180 градусов здесь требуется алгоритм из кубоидов одна единственная ситуация берем собранный слой он есть всегда между передней задней гранями делаем R2 U2 трижды R2 U2 R2 U2 R2 U2 и тут всегда все становится на месте что же здесь надо проверить если здесь этап вот этой ориентации ребер на 180 градусов делаем этот алгоритм на собранном гир не пойми кто R2 U2 R2 U2 R2 U2 и что мы видим а видим что такой этап и есть просто нам там не выпал и как оно выглядит вот эти вот кусочки вокруг ребра они развернулись вместо ребра то есть ребро на месте а кусочки поменялись местами вот этот слой должен остаться вот оранжевый фиолетовый серый дайте на своих местах средний слой а вот так вот так вот поменялись всякие тут они разноцветные все поменялось но кажется вообще разнобой на самом деле вот это поменялось вот с этим вот так их обратно нужно поставить все будет хорошо как то вот допустим в таком виде это обнаружил Ну и смотрю, что делать. Нахожу там, где хорошо. Вот они. Ставлю между передней и задней гранями. Делаю тот же самый алгоритм. Только вот в таком положении, чтобы центр был сверху. R2, U2 трижды. R2, U2. R2, U2. R2, U2. Ну, в принципе, это все сложности, которые тут есть. Из-за формы чуть сложнее ориентироваться. Вот сколько я его покрутил, больше наклеек никаких не отвалилось. Одна изначально была, ну, плохо крепилась. С завода, наверное, плохо приклеили. Вот она отсюда оторвалась. В коробочке теперь лежит. Может быть, если не забуду, посажу на клей. Но, скорее всего, забуду. Он достойно вращается. Интересная форма. Чуть сложнее собирается, чем обычный гиркуб. И здесь нет этапа разворота центров. Чем? Долго, проще многих других шейп-модов. Это из этой серии. А в этой серии есть и совсем сложные шейп-моды. С всякими псевдо-паритетами. Я готовил изначально пять для первого этапа, но один не собрался, поэтому осталось четыре. С ним еще придется повозиться. А выглядел на вид простым. Ну, вот такая вот бипирамида шестиугольная. Обратите внимание, если вдруг вполне интересная головоломка, вращение удовлетворительное. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok